Маршруток на дорогах все меньше, но не спешите радоваться. Это не замена ржавых пазиков на новые низкопольники с кондиционером. Просто действующие автобусы малого и среднего класса не могут получить страховку. Например, на маршруте номер 17 уже несколько недель вместо 34 машин в рейс выходят только 22. Когда жалобы поуступают людей, граждан, что автобусы редко ходят, не могут уехать на работу, с работы не могут уехать, а Министерство транспорта едет проверять нас. Мы не можем выпустить транспорт без страховки, у нас часть автобусов стоит, мы не имеем права их выпускать. В связи с этим мы нарушаем обязательства перед городом и перед гражданами. Сергей не может оформить документы уже три недели, ходит по всем страховым. Ответы везде похожие. Автобусы не страхуем распоряжения Москвы. При этом письменный отказ не оформляют. Официальная позиция менеджеров. Мы страхуем, но только не вас и не сейчас. Почему вы не страхуете нашу организацию? Мы вас страхуем. Пожалуйста. Вы же три раза мне отказали. Ни разу. Три раза отказали. У меня есть документы вашего отказа. Сергей, я неуполномочена давать комментарии. Почему вы не страхуете нашу организацию? Проблемы с оформлением ОСАГО начались еще прошлой осенью. Страдают все. Таксисты, общественный транспорт и грузовые перевозки. Была надежда, что после увеличения тарифа ситуация нормализуется. Но не тут-то было. Полис не купить даже по максимальной цене. Около 80 тысяч рублей. Бизнесменам только и остается, что писать жалобы регулятору в Центробанк. Центральный банк Российской Федерации обратился в арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ПАО «Росгострах» о привлечении к административной ответственности. Определение арбитражного суда, указанное заявление, принято к рассмотрению. В Банке России вроде бы обратили внимание на проблему. По жалобам составили еще несколько административных материалов. Например, на компанию «Сагаз Страхование» и «Ингострах». Но тут Центробанк сплоховал. По словам транспортников, сроки подачи материала в суд были нарушены. Так что большинству страховщиков удалось уйти от ответственности. А между тем онлайн-сервисы по продаже страховок признали масштабный провал и уже закрыли возможность оформления полиса на категорию «Д». Ренат Баяков, Иван Абросимов, Сергей Олейник, 31 канал.